здравствуйте сегодня 12 июля 2016 года канал канал артподготовка программ плохие новости я вячеслав мальцев со мной в студии сергей здравствуйте у нас прямой эфир вещаем из саратов с волги из россии до новой исторической эпохи осталось 480 дней так вячеслав нужно использовать мат в эфире это по-русски по-настоящему мы используем иногда по-русски по-настоящему так вот честно новости да пойдем по новостям или там есть какие-то письма я так понимаю что сегодня ты бегал целый день и занимался в основном сбором подписей или вернее раздачей но и тем и другим очередной раз напоминаем нашим сторонникам что нам очень нужна ваша помощь в сборе подписей сегодня к нам приходили несколько людей я вот хотел передать им такой отдельный привет хотел вот поименно их назвать но получается так что не смогу поэтому всем привет кто сегодня к нам приходил от люди из энгельса из из солнечного района города саратова с центра города саратова люди приходили подписывались брали с собой бюллетени для того чтобы сагитировать своих каких-то соседей друзей и так далее сейчас очень нужна ваша помощь дорогие друзья и мы сказали что в общем то мы и уже в качестве серьезной работы да то есть предлагаем людям агитацию за вячеслав вячеслав мальцева то есть это работа и она оплачивается как любая другая работа это ничего в этом в общем-то зазорного нет поэтому в очередной раз вам напоминаем что если вы живете в городе саратове вы можете прийти к нам в штаб на улицу черношевского 120 а и собственно предложить свою помощь сборе подписей сейчас нам очень нужна ваша помощь так ну новости вот федор конюхов отправился в кругосветку на воздушном шаре в общем никого не удивилась как по-честному федор конюхов обычно куда-то отправляется но последний раз вот он на лодке на грибной нормально доплыл на воздушный шар не хуже не знаю мне кажется вот с точки зрения безопасности все-таки грибная лодка более безопасно как от ни парадоксально чем воздушный шар вот он сейчас вылетел с территории австралии которую нужно за двое суток пересечь потом пролетит над новой зеландии чили аргентины юар и в общем-то вернется обратно в австралию весь полет я так понимаю проходит у него в основном над морем над океаном над тихим океаном он полетит над атлантикой полетит но в основном над тихим океаном полетит он я так понимаю что если все пройдет нормально то значит поближе к экватору пойдет а если чего-то его снесет то наверное попадет в ревущие сороковые или неистовые пятидесятые в общем все как всегда и тогда ну и будет чем заняться в россии то есть опять будут собирать какие-то эти спасательные экспедиции с тем чтобы спасти федора конюхова но это такая русская национальная забава спасение федора конюхова причем она всегда удается будем надеяться что и в этот раз удастся его спасти потому что ну как ты вот я чё то то есть если в один прекрасный день конюхова все-таки не спасут значит все ну да даже это уже даже это уже не умеет но там на самом деле так вот кроме шутка он выбрал в общем те места в которых спасать достаточно трудно то есть если его снесет туда в сторону антарктиды а это вполне так сказать возможный сценарий то уж понимаете что спасательная операция будет очень сложный потому что в антарктиде сейчас зима так вот мир устроен что если у нас лето то в антарктиде зима напоминаю что температур там в общем-то минус 80 иногда бывает ну к самому антарктиду на ему не улетит а вот я говорю сороковые 50 обеспечены а там сейчас волны на не по 20 метров и в общем-то все все нормально так что помолимся за федора конюхова в общем-то я думаю что имеет смысл многие спрашивают вот по поводу сбора подписей только лет в саратове происходит но списка в городскую думу у нас возглавляет вячеслав мальцев только в саратове логично в государственную думу вячеслав мальцев будет баллотироваться по всей россии что опять таки логично но беру и тройки за подписей за государственную думу не проходит потому что вы выиграли праймерис но и так далее но вот поэтому во второе место уже заняли и сбор подписей проходит только за выбор в городскую думу поэтому у вас в регионах тоже наверняка это происходит но если вы хотите помогать именно вячеславу мальцеву то это только в саратове но в дальнейшем будет агитация по в общем-то государственной думе да и там уже будет нужна помощь во всех регионах мы об этом говорили в перми при пожаре на пороховом заводе пострадали 4 человека я понимаю так что там не порох загорел слава богу но все равно что-то загорелось и в общем-то люди получили ожоги удивительно что на пороховом заводе может загореться что-то что не порох и при этом люди получат ожоги то есть там пожарная безопасность должна быть такой что если что даже пороха сигарет можно потушить представляешь а если что-то не такой страшной как порох то в общем-то все там неправильно значит в оздоровительном лагере в красноярском крае утонул подросток и как я понимаю 17-летний юноша в общем-то ну наверно я не знаю как с трудом 17-летних я называю подростками в общем-то это уже практически взрослый человек и я понимаю так что он из детдома и лето наш пуковал в этом оздоровительном лагере потом что-то ему там не понравилось я понимаю так что он ушел самостоятельно купаться и утонул бывает такое но конечно мы говорим что сейчас очень много детей подростков тонет и как-то в общем меры можно было бы принять с тем чтобы не допустить того чтобы он ушел купаться ну значит нам совсем было скучно представляешь если то есть вообще нет ничего если человек сбежал для того чтобы скупаться этот как я прияток он ушел бы ну вот конечно кто-то меня обвинит ушел там водки выпить я не знаю там где в ком куда-то в 17 лет но это понятно а если он ушел купаться вы посмотрите какая там скукота вообще зеленая проверяются данные об издевательстве матери над ребенком под челябинском да ну тут вот какие то значит постоянно сейчас очень много информации значит о том что родители как-то себя не очень правильно ведут я понимаю так ну такая волна тоже идет как вот нездорового поведения ну возможно влияет конечно общая обстановка да и телевизор тоже вы посмотрите как головы у людей кипят особенно тех кто соловьем с киселевым все время слушает и же сразу видно этих людей у них в голове нами пылает вата да и тут нужно сказать что сотрудник полиции в хабаровском крае который вовремя не проверил семью где двухлетний ребенок оказался запертым в квартире без еды и пищи будет уволен ну да видишь вот тоже мамашка какая-то я так понимаю алкоголичка уже двоих детей у нее забрали третий брошенным тоже остался и вот он этот ребенок двухлетний находился две недели до без воды и пищи как можно две недели без воды находиться или ребенок двухлетний мог сам себя обслужить попить ну что-то странная какая-то история вообще она невероятный совершенно невероятно воронежский подросток порезал себе живот чтобы разжалобить родителей ну смысл того что в отношении подростка возбудили уголовное дело потому что написал заведомо ложный донос то есть он учился плохо ему хотелось отвлечь внимание родителей там в мае месяце порезал себе живот спрятал телефон выкинул куда-то 150 рублей денег сказал что его ограбили и стыкали тут вот правоохранительные органы доказали что это не так и он предупреждался за заведомо ложный донос его привлекают теперь к уголовной ответственности вот знаешь в мое время 16 летний подростки не несли ответственность за заведомо ложный донос этот это к вопросу яровой то есть 14 лет у нас несут ответственность там какие-то экстремисты террористы 16 лет за заведомо ложный донос то есть люди должны в этом возрасте четко себе представлять последствия общественно опасные последствия своих деяний но если они все это представляют то почему вы им права не даете почему вы не даете права голосовать но если они уже такие сформировавшиеся полностью люди а если они полностью не сформировались то сквозь стать в их уголу на ответственность по таким статьям привлекать чуть с ума сошли что жуть после столкновения двух велосипедистов в калуге завели уголовное дело ильнур на малюрке отдыхают ильнур отдыхает вон на подписях сейчас там за стенкой отдыхает на подписях уже ставим какие там сутки подряд без сна я чувствую разъяренность ильнура когда он слышит это сейчас нет с некоторой задержки сейчас возможно вы услышите такой крик негодования где-то далеко-далеко это ильнур кричит да вот тоже велосипедист нарушил правила дорожного движения сбил другую велосипедистку и теперь его привлекают к уголовной ответственности ну в общем с точки зрения формально и все правильно ну но все неправильно конечно то есть здесь не дороже для велосипедистов никаких условий ничего и требует велосипедистами соблюдение каких-то правил какие правила ваще чем приедь самое главное целом остаться вот это главное правило который конечно вот этот велосипедист нарушил на станции фрязино на крыше электрички погиб школьник зацепер слова потерял харизму не из-за мата а потому как не договаривать нет я сейчас все договариваю абсолютно то есть да вот школьник который погиб на крыше электрички стандартный так сказать вот стандартная жертва мы говорили о том что существует шаговое напряжение это общеизвестно и почему-то об этом я по крайней мере на железной дороге в часто бывая никогда не видел чтобы об этом где-то вообще написали что в метре от провода от контактной сети можно погибнуть из-за того что просто пробьет ну в связи с влажностью там я не знаю как в связи с шаговым напряжением то есть если там соберешься в кулачок можете они ударят а если ты протянешь вот так руку то конечно шарахнет так что вам не горю и масса людей кто сгорает потому что очень высокое напряжение и человек горит как свечка то есть без посторонней помощи и если вы не потушит одежда загорает сразу он получает ожоги и потом гибнет поэтому это все нужно детям объяснять никто не проводит вообще никаких занятий там в школах приходит рассказывают какую-то чушь вот эти элементарные вещь почему-то и гиль а про и гиль рассказывают да в результате столкновения двух поездов на юге италии погибли 20 человек пишет зацеперов надо ну можно иногда и пинка отдать конечно зацеперу безусловно может быть это в его интересах как раз да в италии столкновение поездов произошло такая вот фотка но суть по внешнему виду они достаточно быстроходные поезда ужасно 20 человек минус то есть даже представляешь не только на якунинской железной дороге случаются какие-то страшности в адвокатской конторе в штутгарте после штурма нашли два тела я понял так что тот кто захватила контору мы вчера говорили этот адвокат которым были претензии и я так понял что он убил и адвокаты и самого себя потому что штурмовая группа я понимаю так уже после выстрелов пришла спрашивают нас как вы будете решать карабахский конфликт очень интересно почему вы должны решать карабахский конфликт конечно должна решать армения и азербайджан мы конечно не будем подливать масло в огонь и я думаю что он благополучно решится если спокойно так скажем провести переговоры я понимаю о чем говорят что россия там должна быть участником переговоров нет вопросов вполне можно быть участником переговоров самое главное не подливать там масло в огонь как сейчас происходит и мы это видим и понимаем почему это происходит сальвадоре преступники убили почетного консула румынии да когда я читаю такие вещи про сальвадор я сразу же вспоминаю фильм оливера стоуна сальвадор всем советую мне спрашивать какие фильмы смотреть вот оливер стоуна сальвадор гениальный фильм совершенно так что видишь сальвадоре там ну конечно не так как в этом фильме но все равно счет продолжаются какие-то неприятности сша подсудимый выхватил пистолет и застрелил двоих приставов это вот вчера сообщали что приставу стало плохо и подсудимые сломали решетку его спасли а здесь наоборот то есть подсудимый забрал пистолет у одного из приставов и перестрелял там всех ночи в двоих убил и и и от третьего так скажем убили но он еще там кого-то ранен а еще порядка недели назад тоже американская была новость о том что но видео вернее из какого-то следственного изолятора или как он там по-американски называется там тоже подсудимый пытался выхватить оружие задержанных пытался выхватить оружие но у него там ничего не получилось его там несколько десятков человек завалили просто то есть набежала куча полицейских и они просто по принципу того что не на него падали то есть они сверху завалили в руке пистолет а сделать он ничего не нужно стрелиться мог наверное но это не его цель была не говорят попей вячеслав водички а то голоса нет я попью но не рассматривайте как как рекламу да вот ведь попил и сразу голос появился ругайтесь матом вместо славы пишут хорошо суд в гааге отклонил претензии китая на территорию в южно-китайском море удивительно конечно ситуация представляешь то есть китай претендует на то пространство и континентальный шельф который отдан филиппинам то пространство и континентальный шельф как который принадлежат вьетнаму японии китай претендует абсолютно на все и при этом нам рассказывают что китай ни в коем случае не будет претендовать на сибирь и дальний восток это как если он там на воду на какую претендует то как же он не будет претендовать на землю на воду на которой люди не живут да они строят ну так по большому а у дам острова делает китай представляешь и вот здесь сейчас вынужден был торитейский суд гаги постановить что эта вода в не китайская вода филиппинская вода и что не надо китайским полицейским там судам пограничникам всем остальным гоняться за филиппинцами и пытаться их протаранить и утопить но в китае уже заявил что ему пофигу и как-то в общем то они сами этот вопрос решат без третейского суда и без разрешения его в гаге но я говорю надо помнить что китае наш сосед и территории которые мы так считаем своими сибири дальний восток китай считает своим причем они называются временно оккупированные территории и туда даже ходит сахалин то есть некоторые люди не знают они думают что сахалин как на него претендует только японцы не так и прежде всего претендует китайцы французские рыбаки поймали португальскую лодку но в сеть зашла португальская подводная лодка причем трайдент я так понимаю если мы посмотрел на фотографию она похожа на классический трайдент то есть здоровые дура и я не понимаю как они не утонули обычной ситуации такая ставится этот не вот это да там как он называется господи сеть ну да ну сеть да не вот там это забыл слова и тащит вот кошельком этим методом когда там рыбу добывают и тут идет лодка подать прям внутрь этого не воду массу не огромный рывок и все и судно скрывается за одну секунду там даже выпрыгнуть никто не успевать и в свое время японцы боясь вот такого вот ныряния так скажем они придумали систему которая отстреливает сеть то есть если идет очень мощное натяжение срабатывает пир патроны отстреливают и все и сеть уплыла она тогда такая сеть стоила там около 50 тысяч долларов для японцев но и там 70-е годы были бешеные деньги но они все равно думали что это гораздо лучше чем утонуть и часто очень советские подводные лодки на рубки привозили вот эти неводы и такой трофей был чет хотел сказать рал трал конечно трал да вот и добывать слова забывают так что очень повезло рыбакам этим французам и португальцам нам по-своему тоже повезло то есть они душегубцами не стали основной вопрос я так понимаю законно ли находилась эта подводная лодка в тех краях где ее поймали французы ну я думаю что там у них особых проблем между собой нет ты понимаешь то есть португальская французского даже если она во французских водах находился там они в общем-то все в евросоюзе все в нато все у них хорошо поэтому и виши так и так хорошо это все закончилось никто не утонул мир дружбы жевачек до 6 российских ту-22 м3 отомстили игил за гибель вертолетчиков вчера я видел взлет с нашего энгельского аэродрома не видел ту-160 взлетали мы там еще какие-то шумы были то есть еще кто-то взлетал но навряд ли это ту-22 м3 они откуда там с кавказа с этого взлетают с моздока да не вот и в сирии пишут что возобновились бои и кто-то разбомбил нафиг в провинции и длиб город ахсэм такое совпадение тут летели отомстили игиловцам а кто-то гордо разбомбил убили три человека включая ребенка не знаю и этим отомстили не этим в общем что-то война продолжается это однозначно и вашингтон пост пишет что россия возможно солгала о том что игил сбил штурмовый вертолет то есть пишет вашингтон пост что это не ми-25 был там расстояние большой понять трудно тем более не специалист по вертолетам не могу утверждать а говорит что это был ми-35 м то есть модернизированный более продвинутый вертолет и что это вовсе он не принадлежал там сирийской армии никакого облета не было выполнял боевое задание и они утверждают что подбит он был никаким не противотанковым комплексом и не переносным зенитно ракетным комплексом а скорее всего вертолетом который летел сзади то есть нурцы он выпускал один из норсов попал в балку заднюю но вполне возможно мы в общем-то говорили о такой возможности в первом когда вчера дома об этом рассказывали да в общем-то в первом нашем выпуске ну смысл в том выпуске в котором первый раз затрагивали тему и говорили что возможно это либо тот вертолет который сзади стрельнул либо это переносным зенитно-ракетным комплексом но сейчас все таки вот больше конечно склоняемся к версии с вертолетом который за это классическая ситуация то есть и из-за классической так сказать авиационной истории первый погибший от такой ерунды это освальд бельке да вот он в октябре в конце октября шестнадцатого года командовал своей эскадрильей ну бельке это известный так сказать теоретикой практик воздушного боя тот который ну кроме мельмана и имею ввиду фигуры высшего пилотаж для воздушного боя придумал все то есть вот и мельман придумал и мельман на бельке придумал все остальное а в общем-то рик гофин все это на практике воплотил ну и вот они летели рик гофин береме знаешь бельке и во время боя с французами была облачность не заметили друг друга ну там кто-то шарахнул бельке по второму крылу по верхнему но она обвалилась он самолет сумел посадить но так как не любил привязываться он там пристегнут был неправильно не пятью ремнями а так знаешь ну как лихачи такие как вот люди обычные в самолете летают пояском пристегнулся но лбом стукнулся и все и погиб и кстати интересно интересная тема если вы посмотрите какие-нибудь американские фильмы то во многих американских фильмах бельке погиб из-за того что столкнулся в воздухе с герингом классический такой вариант хотя после того как погиб бельки возглавил значит эскадрилью рик гофин и геринг туда попал только через две недели после даже больше чем через две недели после гибели бельки так он он физически не мог просто его убить ну и здесь вот я думаю тоже много будет по поводу этого истории всяких интересных без зубы мальцев почему без зубы у меня зубы есть вроде даже больше чем у меня ведь я так у меня не все конечно зубы ну и нам все и не нужно в псковской области сегодня прощаются с одним из погибших в серии летчиков да вот погиб вот этот евгений долгин а он оказался знаешь где проживает да вот он прописан рядом со мной прям то есть мы соседи с ним ставишь мы с ним оказывается соседи такие вот дела он учился в сызранском училище а она как это ни парадоксально находится в саратове связанской то здесь был саратское вертолетное училище одно из лучших в советском союзе но его закрыли а вся база который находится в соколе осталось и и эту базу передали сызранском училище поэтому все полеты все значит полевые там всякие вещи они проходят здесь саратове в поселке сокол так что вот и этот парень из поселка сокол вот он погиб и не знаю как вот его отец тоже вертолетчик тут вот все радаевы сараевы там в один голос выражают свои соболезнования но это понятно конечно то есть это чисто так сказать по форме да вот по содержанию вопрос а зачем человек погиб но погиб он независимо от того и гил его там застрелил или тот кто летел сзади случайно в него попал почему зачем он погиб тут молодой парень нафига хотят ему памятник поставить саратове слышали да вот пишут смотрел бы мальцева не погиб но я не хотел это говорить но я именно это была первая мысль моя потому что вот недавно приезжали люди странный был разговор если вы помните там кто давно смотрит в эфире человек писал нам офицер который не поехал в днр лнр и говорил спасибо большое что вразумил он уже хотел ехать а брат его все-таки не вразумился и сломал ногу упал сломал ногу и он ему включил интернет он смотрел мальцева значит и это же стало и слава богу что ногу сломал и вот приезжают ребята из баска и и говорят мы значит вот извиниться хотим я говорю зачем мы хотели в лнр тоже в днр я хочу передо мной извиняться ну в общем один тоже смотрел и выразумился а другой все равно не выразумился и порвал сухожилия на ноге и тоже очень благодарен боженьки что порвал сухожилия потому что потом стал смотреть меня и уже точно решил что не надо никуда не никуда ехать кстати привет этим парням передаю мы еще на выборах поработаем стало известно не только на выборах еще 5 11 17 года мы поработаем это самый главный работ до стало известно кого из террористов оправдал задержанный имам московской мечети такой бред вообще просто жесть ну какой ты мам в московской мечети нормально отзывался в тринадцатом году 23 сентября представляешь о человеке который участвует запрещенной организации хизбутта хрир аль ислами мы про нее говорили что она запрещена только в россии и не занимается она ничего не взрывает никого не убивают и так далее так вот этот имам оправдывал от деятельность одного человека который стоит в этой организации теперь этого и маму подтягивают задержали но сейчас вот домашним арестом находится ночью бред полный я понимаю так что там какие-то внутренние терки мы же понимаем что это с точки зрения бизнеса в том числе интересные места и есть люди и еще греха таить среди мусульманских активистов которые работают со спецслужбами и те расчищают им дорогу вот этот вероятно не работает со спецслужбами и поэтому его сдвигают для того чтобы может быть освободить кому-то дорогу но это я так рассуждаю вслух ну в общем то понятно что он ничего ничего не совершал что чистая формальность вообще когда-то там в тринадцатом году он что-то сказал на проповеди ты можешь представить это вообще еще за бред так вот тут разговор вчера у нас был что парни тоже привлекают к уголовной ответственности которого не хотели брать в полицию потому что он мусульманин он на видео это все записал выложил в интернет и теперь в отношении его возбудили уголовное дело за разжигание ненависти к социальной группе сотрудники мвд по чертам поэтому как это называется татарстану по татарстану жесть конечно просто такая бредятина то есть еще раз для тех кто не понял поэтапно и и он хотел устроиться в мвд его туда не взяли по религиозной причине ну там отчасти по религиозной отчасти по национальной он это дело записал на видео выложил и его судят за то что он разжигает ненависть или вражду к социальной группе полицейские из татарстана то есть не полицейские к нему а он к полицейским не их судят как он их изобличил да просто безумие конечно но вывод не важно татарин вы или мусульманин вы или кто в полицию идти не надо мальцев позже в засос власти будет уже переобуваться начал идиот ты я если бы хотел быть в засос с властью я был с ней давным-давно я был во власти и полностью погружен туда был если мне нужно было я так и оставался в этом говне а я вынырнул отряхнулся и никогда больше не собираюсь вот говно нырять все-таки надо пояснить что вы когда там были все равно вы были той самой каплей меда в бочке я старался конечно по крайней мере вы ни у кого не воровали не убивали но предложение то я получал разные то есть максимальность мне сейчас пришлось бороться за то чтобы выборы по расу сделать да нет сейчас все если я шел у них на поводу они сейчас выбора делали за меня и точно не в парнасе да я там сидел харе торговал бы говорил вам денег нет но вы держитесь но я не хочу такие вещи говорить барак обама хочет договориться с россией о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений да для обама это очень важный момент и он я думаю на думает что с путиным можно договориться а знаешь почему потому что ну во-первых количество то количество ядерного оружия которые сейчас есть у вовы она предельно он не сможет больше содержать то есть он вот сейчас если не подпишется о продлении договоров о сокращении ядерного вооружения то он не сможет есть соединенные штаты будут на к наращивать они могут наращивать то вов не сможет нарастить ничего даже это количество не сможет содержать потому что это очень дорого поэтому обама очень хороший момент сейчас есть подписать в общем-то любые договора и я думаю что путин согласится сказав мы там миротворцы а на самом деле просто из-за отсутствует тупо из-за отсутствия денег но также как если помните зимой по моему этого года а нет в ровне зимой осенью прошлого года путин там главным экологом до международным стал когда он на каком-то международном саммите сказал что он будет там сокращать вредные производства заводы будет закрывать и так далее и преподнесли все делал как что он за экологию буря за он такой главный эколог то есть никому в голову не пришлось просто денег нет содержать все эти заводы и еще у нас закрыли вот это предприятие в горном или вот эти вот заводов заводском районе которые полгорода у нас тут много накрывает и как раз не за их как раз не закрыли табачную фабрику саратове не закрыли закрывают как раз наименее вредные предприятия, но наиболее, где как раз надо людям деньги платить, да, где они может быть менее рентабельные, чем какие-то вот предприятия в Горном. Здесь ситуация такая же. В Госдоме рассказали, чего ждут... Вежлав, а вы умеете строить? Ну, я все-таки сержант пограничных войск, могу построить кого угодно. Конечно, умею строить. Строю. В Госдоме рассказали, что ждут от визита Керри в Москву. Что ждут? Что еще чемодан привезет, пока скажут, а у меня еще чемоданчик есть. Ну, на самом деле, конечно, Керри приедет безусловно договариваться и какие-то делать предложения, от которых невозможно отказаться. Посмотрим. Интересно это будет мероприятие. Посмотрим, что сразу же будет заявлено через там 3-4 дня после этого. Вот здесь нужно внимательно смотреть. 14-15 июля пройдет визит, если кто-то в курсе. Международный валютный фонд рекомендовал США снижать госдолг. На месте Обамы я бы сказал, а нафига? Ну, они говорят, вот там госдолг 132% ВВП. Ну, вот всегда экономистам я говорю, они почему-то меня не слышат. Я говорю, госдолг в чем, в какой валюте? В долларах. И говорю, сколько там? 17 триллионов этих триллионов, да, был уже больше, наверное, 17 триллионов. Ну, что стоит Обаме взять, напечатать бумажку такую, 17 триллионов подписаться? Скажем, вот, на тебе, вот мы вам должны, вот 17 триллионов долларов. Кому должен всем прощать? Кто скажет, ну, почему прощаю? Вот 17 триллионов долларов. Кто сказал, что это не 17 триллионов? Он же доллары должен. Ну, вот он их печатает, доллары нате, вот вам 17. Ну, можно их поделить, по одному триллиону там раздать. Кому должны? Китайцам должны, нате вам. Куда китайцы пойдут с этими деньгами? Вот представьте, вот сейчас китайцы получат там свою десятку, они там 10 триллионов это, американцы должны. Но они скажут, вы разбейте там поменьше, чтобы мы там кому-то смогли раздать. Ну, раздадут, и что дальше? Ничего не изменится. Тысячи граждан Венесуэлы пересекли границу с Колумбией после того, как венесуэльские власти открыли границу на 12 часов. Я вообще не понимаю, зачем они делают, что ее закрыты. Там в Венесуэле грозит голод. Единственный вариант. У людей есть деньги, но нет продуктов, потому что дефицит. Такой вот, ну, коммунистический такой вариант. Есть рядом, Венесуэла, не ахти какая большая страна, там, на веслах можно дойти до соседей, да? Ну, пусть поедут, да купят. Какие вопросы? Зачем держать границу закрытой? Так что вот, и интересно, Мадуро реагирует на вызовы, такие, то есть он договаривается с Америкой и национализацию провели с завода американской корпорации, который производит всякие памперсы, тампоны, там, и так далее. Зачем? Ну, ладно, они национализацию провели того, что кормит, ну, вот это-то вот, нафига, в самый такой момент. Ну, если хотите национализацию проводить, надо делать либо после голода, либо до голода, но не во время голода. Я имею в виду вот этих вот фабрики затычек, да, проводить национализацию, ну, что в башке у человека? В Минске из-за футболки с Путиным раздели парня. Да, парень такой ходил в футболке, самый вежливый из людей, там, Вова Путин, к нему повидел это видео, подошли, говорят, давай снимай, а он говорит, незаконно ходить без майки, я ее лучше переверну, и такой, жалко, ужасно это все смотрится, конечно, так что я не рекомендую в России тоже носить эти футболки, потому что за это, конечно, скоро бить будут, вот вы посмотрите, уже, ну, по осени, слава богу, футболка уже не будет, а вот по осени точно уже в рыбу будут давать за такую футболку прямо сразу. Это я видел уникальную картину осенью, нет, ближе к зиме, вот, 15-16 год, ближе к зиме, здесь на проспекте Кирова, я издалека вижу, как женщина лет, наверное, 50, очень быстро и резво бежит за молодой девушке лет 17, и лупит ее по спине руками, причем лупит прям так, со знанием дела, девушка, девушка там что-то кричит, отбивается от нее и так далее, ну вот, и, в общем, мимо проходя, я услышал диалог этой женщины, а женщина эта расплакалась, и к ней подошел какой-то мужчина, знакомый, незнакомый, не знаю, она расплакалась, и он ее спрашивает, а что, типа, что случилось, и я тоже так остановился, ну, может, украла что-то, может, еще что-то, и она говорит, ну, в общем, из разговора я так понял, что эта девушка, которая 17-летняя была, она была в футболке с Путиным, а эта вот женщина, которая ее гнала, у нее сын погиб в Чечне, вот, и она говорит, я вообще, типа, она бы еще Кадырова одела, ну, вот, то есть у нее настолько зашкаливает эта ненависть ко всей этой ситуации, и она не забыла, вот парадокс-то, да, многие забыли про Чечню, и про то, что Путин там тоже непосредственно делал, она не забыла, и до сих пор помнит, вот, ей было, наверное, очень неприятно видеть эту девочку в этой футболке. Третьи россиян ходят на выборы по привычке, это блевада центра. тара-тара-тара-там, папам, помню, как домой по привычке, так и здесь, да, и вот 48% россиян собираются пойти на выборы, ну, в общем, хорошо, надо воспользоваться этой привычкой, только немножко скоординировать, да, коррекцию провести этой привычке, потому что, если придет мало людей, очень будет плохо, будет единая Россия, и все, и все в порядке, потому что даже вот по городу Саратов, насколько мне известно, будет 30 тысяч открепительных, ну, понятно, в чью пользу будут эти открепительные, то есть, 30 тысяч карусельщиков будет по городу Саратов, это уже сейчас известно, что будет дальше, неизвестно, но все равно это немного, это от общего количества избирателей меньше 5%, знаешь, если всего придет проголосовать там 100 тысяч человек, да, это тогда много, 30 тысяч открепительных, а если вот там 660 тысяч избирателей, а придет 500, но это уже не так много. Яндекс убрал из выдачи ссылки на статью об Эдуарде, об Эдуарде Багирове на Логморе, какой-то скороговорка прям такой. Да, выговорить никто не мог, и все сказали, что ты не можешь выговорить про Эдуарда Багирова, вообще, я так, кто это такой с трудом вспомнил, пока ты мне стал вот объяснять, но все-таки я вспомнил, что несколько лет назад о нем слышал, и я так понимаю, что он идет по патриотам России, такой офигенный патриот, который там какие-то слова про Россию, что он говорил про Россию? Ну, я прошу прощения, нам говорят, что там с детьми слушают, вы сделайте тогда потише, если с детьми. Про Питер, вот, например, Питер был, есть и вечно будет недоношенным полусгнившим колхозом с дикарями, и с дикими комплексами об охуенных амбициях, ненавижу этот блядский быдлогород, всеми фибрами души и культурной столицы и самым называются, а зубного порошка наглотались третий день, какой-то бред, сжег бы собственными руками заживо всех, или еще одну блокаду устроил, чтобы снова вместо хлеба жрали казеиновый клей, и известку, ну, известь, видимо, со стен обгладывали, животные, да и только. Это патриот России Бакира. Это патриот России Бакира. Это цитата патриота России Бакира. Ныне заключенный тесак Максим Марцинкевич там как-то с ним встретился, я так понимаю, на какой-то передаче. Не видели это видео? Не, ну, мне пишут, что он там в дыню дал. Я могу сказать, что если я с этим уродом встречусь, я тоже ему в дыню дам, так что я могу Марцинкевичу привет передать и скажу это. Истафету принял. Пост сдал, пост принял. С удовольствием дам в дыню, прям, блин, даже вообще без всякого. Ну, вот как-то странно, да, товарищ там такие расовые воины устраивает, он себя там, видимо, круто устроит, а вот с Марцинкевичем встретился как-то совершенно по-другому. Он себя вел и как-то двух слов связать не мог, все, там кому-то позвонить очень пытался, но вот как-то не дозвонился, видимо. У меня дозвонится. Сразу. В Кремле допустили избрание женщины президентом России. Да, ну им надо о чем-то говорить. Вот они там допускают, что в будущем будет женщина. Ребят, в будущем вас не будет ни хера, это я вам гарантирую. А женщина будет, мужчина, транссексуал, это вообще не ваше дело уже, ребят. Вашу Россию вы все уже проебли. Вопрос странный. Ну ладно. Спрашивают ваши три указа, если вы станете президентом. А мы же говорили там в начале. В самом, вот в 14-м году мы говорили, что первыми указами, конечно, будет о том, чтобы закрыть границу, обязательно. То есть, ну, временно, по крайней мере, закрыть границу, простить долги, да, ну и, наверное, о национализации основных, значит, нефтегазоводобывающих комплексов. Вот, первые, наверное, три. Вот указ, хотя их будет точно не три, даже первых не три, их будет как минимум двенадцать, но это спрашивают про три, значит, вот, будет три. Тем временем, у нас уже почти 22 часа, без десяти, десять, большое количество людей нас смотрит уже по традиции, вчера вот мы, даже мы удивились, двадцать восемь тысяч человек нас посмотрели. Двадцать девять, Сережа, двадцать девять тысяч и семь тысяч лайков, ровно через пять минут после окончания эфира на счетчике было двадцать девять тысяч и семь тысяч двадцать четыре, что ли, лайка, да. Да, поэтому призываем всех в очередной раз ставить лайки, сегодня мы об этом еще не говорили, но, однако, уже четыре с половиной тысячи лайков, поэтому, те, кто запамятовал, призываем вас в очередной раз поставить лайк, это поднимает нас в топе Ютуба и привлекает новых зрителей и сторонников к нашей передаче и, в общем-то, к нашей идее. Да. Вот нашу старую сторонницу, Светлану Пиунову, подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. Нет, вообще, конечно, жесть, и сама формулировка, конечно, замечательная, что, значит, сейчас вот, она вместе своей сообщницей Герасимовой причинила тяжкий вред здоровью 36-летней женщины, группа лиц действовала по предварительному сговору и путем шантажа и угроз, довела потерпевшую до психического расстройства. это как? Это вот как? То есть, тяжкий вред здоровью был психическому причинен. Я вот в свое время отличником был, да, вот, по крайней мере, по судебной психиатрии. Вадим Валентинович Козлов говорил, что я очень хорошо знаю этот предмет, но я вот в это просто развожу руками и говорю, я все вот это, да, то есть, у кого-то что-то случилось с головой виновата Пивнова. Как они причинно-следственную связь доказали, для меня загадка, пусть они следователи этого покажут, который может доказать это, это просто Вышинский отдыхает просто, понимаешь, Вышинский Януарич просто отдыхает, это следователи гений, понимаешь, помнишь, как в том фильме, потому что, кто может так пернуть, это гений, понимаешь, вот тот, кто может такую херню скатить, просто гений, я просто вообще, нет, у меня сразу подозрение возникло, что Пивунова говоря про каких-то рептилоидов права, ну, потому что, ну, что они ее трамбуют-то с такой силой, представляешь, она, что там, переворотом, революцию хочет устроить, а в Думу в государственную идет, что они ее трамбуют-то, я не понимаю, ужас какой-то, то есть, вначале возбудили дело, не пойми за что, а теперь возбудили за причинение тяжкого вреда здоровью путем переворачивания психики, блин, не слыхал такое, честно тебе скажу. Мне сразу вспоминается это классическая уже ставшая афоризмом история про то, как вы пообещали сделать человека обезьянным, а вот если бы его, например, на психологическую экспертизу потащили, признали бы его невменяемым, да, меня бы все привлекли к ответственности за то, что вы его сильно напугали, и он сказал обезьяны, да, и у него лопнуло что-то в голове, ужас, а вот у кого точно лопнуло в голове, это православный активист из Новосибирска, Юрий Задоя, сдал своего сына в психиатрическую лечебницу, и как раз лопнул-то в голове не у сына, а вот у Задои, причем, видимо, давно, там какая-то странная история, его хотят признать невменяемым, я вот, у нас есть люди в Новосибирске, там, подключитесь, посмотрите, а это тот Задоев, которого я как-то по-другому назвал, да, как-то это, тот Задоев, да, точно, тот Задоев, я думаю, таких двух Задоев в России не найти, как-то это, он звучал тогда заеба, да, именно так, в эфире, ну, бывает. Россия применит новый антивирусный метод борьбы с ИГИЛ. Жесть, то есть, вот сейчас на борьбу с ИГИЛ бросили лучшие умы советской компьютерной мысли, блин, вот, что я могу сказать, причем они какие-то там старожки ставят, которые выявляют пропаганду ИГИЛ, автоматически блокируют сайты, там, что-то, вот, головают роботы, а не человек. Не, вот, если, я что могу путинским сказать, если вот ваш пропаганда, господа, неэффективна, виноваты вы, и ваши мерзости, они какие-то, там, кто там, ну, вот, представь себе, вот, мое окружение, да, и мое окружение смотрит вот эту пропаганду ИГИЛ, вот, ты хоть одного можешь здесь назвать, кто подвергнется этой пропаганде, возьмет, даже из мусульман, которые нас окружают, возьмет ружье и пойдет там воевать в Сирию, я не знаю, что-то взрывать, в жизни такого не может быть, потому что это здоровые люди, которые находятся, так сказать, вот, в рамках здорового информационного поля, а, конечно, те люди, которые промывают мозги, там, Киселев, Соловьев, у них все там выкрутился, они, вот, так сказать, рабочих, хороший материал для того, чтобы, с промытыми мозгами, чтобы любой ИГИЛ им там мог промыть в свою сторону, уже чего угодно, безумие какой-то, и виноваты какие-то там, я не знаю, проповедники ИГИЛ, там еще кто-то, еще за чушь, ребята, это вы виноваты. А Почта России допустила прием посылок открытыми из-за пакета Яровой? Да, видишь, как будет, какая прелесть, то есть будет, нужно сдавать будет в открытой форме на почту и получать, тоже будут при тебе открывать, это вот всякие вещи, как мне товарищ один говорит, а вот всякие интимные вещи пересылаются там, ну, какая-то дама там что-то купила какой-то там прибор интересный, ей в открытом виде присылают, она также в открытом виде получает. Руку ей вручают без пакета, без она на почте. Вообще, и американский интернет-провайдер прекратил свою работу в России за пакет Яровой, то есть сказали, ну вас нафиг, оденьте этот пакет себе на бошку, так они приблизительно сказали, эти американские провайдеры и имеют право. В честь отток капитала из России сократился в пять раз. Не, ты пропустил, в Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка Иннопром 2016, вот на этой выставке именно та фотография, которую ты не смог разместить, это Россия на выставку Иннопром 2016 пригнала, как ты думаешь, что, Ниву обычную, и когда люди спросили, а что это, такая, правда, синенькая, она может быть необычно покрашенная, а что это, а у нее там двигатель какой-то другой, и кнопочка еще там другая есть, поэтому это, это вот некая там инновация, какая-то продвинутая штуковина, то есть, видишь, как замечательно, в Екатеринбурге всех повеселили. А вы не видели, там выкладывают фотографии с вот этого, я так понимаю, как раз мероприятия, где с китайского языка переводят, в общем, вывеска, вот там какой-то ангар стоит, там вывеска на китайском языке, там, видим, какие-то представители из Китая, и снизу перевод на русском, вот я зачитаю, внутренняя Монголия Ходорковского уголь-колесо. Ну, и там много, много таких примеров. Хороший переводчик. Да, вот даже, если попытаться, что-то себе там воспроизвести не сможешь, никак не сможешь. И вот, например, там можно всего за 300 рублей, бегите, кто там рядом, всего за 300 рублей можно купить приправу китайского самовара. Что это? Я не знаю, оно выглядит очень, очень интересно. Да, чистый отток капитал в России сократился в 5 раз, и вот нам написали, что еще такое предсказание сбылось, да. На самом деле, мы говорили об этом, что когда шло по нарастающей, что когда все увезут, и уже нечего будет украсть, то резко сократится отток, и по этому признаку мы поймем, что вот оно случилось, вот случилось страшное, поэтому осень будет такая особенная, и до 5-го 11-го этот режим просто может сам не дотянуть, без всякого мальцева, понимаешь, он может сдохнуть по дороге к 5-му 11-го так полз, полз, раз и уснул. На полпути. Да, так что все, даже украсть нечего, понимаете, представляете, как говорят эти, как страшно жить, даже украсть нечего. Бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбы с отмыванием денег Национального Центра по борьбе с коррупцией, я выговорил, в Молдове, да, значит, заявил, что Россия отмыла через Молдову 23 миллиарда долларов. Ну, я думаю, может быть, отмыла и больше даже, потому что он, наверное, не имел в виду еще и те решения судов молдавских, которые там принимались, он говорит, наверное, о тех суммах, которые путинцы отмывали, а там же еще помимо путинцев отмывали и более мелкие сошки. Да, вот представляете, маленькая-маленькая Молдова, через нее 23 миллиарда, а если вот эту Панаму сосчитать, а если все Панамы сосчитать, это какие же деньжищи-то? Это, наверное, бюджет, который сопоставим с долгом США, да, 17 триллионами. Богатая у нас страна-то, конечно. государство рассчитывает получить от продажи пакета Алросы около 60 миллиардов рублей в госбюджет. Ну, какая-то странная ситуация, да, 11% будут продавать, 60 миллиардов рублей, это меньше миллиарда долларов, то есть, копейки какие-то, то есть, получается, что вся стоимость компании, ну, если вот так же, этим же пакетом ее исчислять, это меньше 10 миллиардов. Алроса 25% добывает всех алмазов в мире. И 95% всех в России. Ну, да, и 2,5 миллиарда зарабатывает долларов ежегодно. Что-то какое-то странное такое соотношение. Надо, чтобы люди, которые в этом разбираются, посчитали, но чует мое сердце, да, и нос мой чует, что хотят они упереть. Ну, так, как было с авиакомпанией, да, которые там за 1 рубль продали, здесь будет примерно то же самое. Ну, да. Письмо главы Роснефти Игоря Сечина, содержащая позицию компании о том, что Газпром блокирует подключение Роснефти к силе Сибири, поступило в аппарат правительства и прорабатывается. Да, Дворковичу написал, что гады из Газпрома не дают подключиться к силе Сибири, Роснефти и другим, внимание, независимым производителям газа. Вот эти независимые, они много лет меня тревожат, вызывают смех дикий, гомерический, потому что Сечин, я вот смотрю на него, производитель газа, независимый, да, то есть, если тот газ, который под землей, он произведен миллионы лет назад, а какие же газы производит Сечин-то со своей этой компанией, для меня понятно, какие газы они производят. И вот сейчас они пытаются влезть в силу Сибири, о чем это говорит? Это говорит о том, что в товарищах согласия нет, по-моему, Сечин хочет денежку себе, а не Миллеру, да, а Миллер себе, а не Ротенбергом, и все, то есть, и когда говорят, вот, если с Путиным что-то случится, вот эти ребята, они выстроят такую систему, которую, значит, даст нам нового Путина, фигушки, да вы что, да они друг друга измордуют, они друг друга ненавидят гораздо больше, чем нас, они просто уничтожат друг друга, а нам это будет на руку, так что, главный замковый камень это Вова, вышибе этот замковый камень, и вся эта конструкция рухнет мгновенно. В Крыму для населения подняли цену на газ. Ну, замечательно, а что ж, вот им сказали, денег нет, но держитесь, и подняли цену на газ, то есть, в расчете на то, что у них деньги есть, у правительства нет, а у них в Крыму деньги есть, ну, что ж, можно сказать, молодцы. Конечно, нужно понимать, что в Крыму ситуация, наверное, будет ухудшаться в геометрической прогрессии даже относительно России, потому что, если еще год назад там какой-то первый канал бегал и снимал, как там все замечательно, то сейчас уже никакой первый канал не бегает, и все эти подорожания, они будут намного быстрее происходить, чем в остальной части России, то есть, парадоксально, но в Крыму сейчас, наверное, наиболее плохая ситуация, чем даже где-нибудь там, я не знаю, в условиях Дальнего Востока, я имею в виду именно в плане там налогов. Да вообще в плане всего, потому что там привыкли, то есть, на том же Дальнем Востоке, где-нибудь там, на границе с Китаем, нам люди живут в невыносимых условиях часто, но они привыкли жить в этих невыносимых условиях, а в Крыму не привыкли. Ну, да. Просит вас сказать, как вы относитесь к мусульманам, которые поддерживают 5-11-17. Ну, как братьям к своим отношусь, как я отношусь к мусульманам, которые 5-11-17 поддерживают. Однозначно. В Башкирии взносы за капремонт включат в квитанции коммунальных платежей. Да, видишь, это вот такая разводка. А знаешь, почему это делают в Башкирии? Знаю. Почему? Потому что там можно нарисовать. Да, потому что выборы можно нарисовать. Поэтому, то есть, во всем остальном, в РФ и во всей остальной, они запланировали это сделать после выборов, а в Башкирии можно сделать до какая разница. Они все равно там собираются рисовать все на 100%. Поэтому, так что, вот имейте в виду, в Башкирии будут выборы нарисованы. Но, дорогие наши башкиры, это не повод не приходить на избирательный участок и не голосовать. Да, и повод на каждом избирательном участке устраивать шухер. Потому что этот скандал это то, что может ваших, так сказать, глав отправить в отставку. Потому что Кремль очень сильно боится. И они знают, что если будут где-то очень сильные скандалы, они этих людей показательно уволят. Чтобы показать, какие они демократы. Поэтому надо идти и скандалить, и ловить с переписанными протоколами, ну, с каруселями и со всеми остальными делами. Вот я могу сказать, что если в Башкирии так же нарисуют, как всегда, то вся братья, вот вся верхушка улетит нафиг. Они, кремлевцы, ее помножат на ноль на 100%. Это вообще гарантия просто. Так это будет показательно. потому что это легко сделать. Все остальные говорят, молодцы, да, вот тут вот такие гады. Выплаты топ-менеджерам крупнейших банков мира в 15-м году выросли почти на 8%. Да, видишь, как замечательно. То есть, везде кризис, везде все. Выручка, выручка даже банков, не прибыль, выручка даже упала, а выплаты топ-менеджерам растут. Не работникам банка. Там сокращения прошли, бешеные, в некоторых банках по 2 тысячи, там по 3 тысячи человек уволили. А вот менеджерам надо получать больше. Ну, чтобы придумывать всякие схемы, как Астап Бендер, да, более-менее честного отъема денег. То есть, менеджеры, чем отличаются от всех остальных, те технические работники, а это такие жулики, которые сидят и выдумывают, как бы там всех обыграть в три наперстка. Вот пишут, что вы пропагандируете запрещенные экстремистские организации «Братья-мусульмане». Ну, вы сказали, что вы относитесь к мусульманам как к братьям, а есть такая организация «Братья-мусульмане», которая запрещена. Да, шутка хорошая, кстати. Вот как раз вы засмеялись и новость в тему «Блогер 37 дней сидел и улыбался на камеру». Молодец, да. Возможно, возможно, до него повлияло пиудово. Да, 37 дней. И таким образом он хотел деньги заработать. Я сразу Высоцкого, помнишь, шли эти деньги от Батрача, я их все прохохотал. Помнишь, про девушку Валю и реку Вачу, да, как она там, я на Вачу ехал плач, я возвращаюсь хохочу, да. Там с Валей вышла незадача, я и это залечу, я на Вачу ехал плач, возвращаюсь к Хохочу. Там тоже по поводу прохохотал. А вот этот наоборот не прохохотал, а хохотом пытается заработать денег. Всего он проулыбался 880 часов, то есть почти 37 дней. 880 часов это почти столько же, сколько я в эфире. Представляешь? Ну, может быть, чуть побольше, чем 880 часов. Сколько там передач у меня? Ну, может быть, где-то около тысячи часов. Ну, сопоставимо, да. Вот, представляешь, я все это время, которое говорю, я бы сидел и улыбался, вот это было бы здорово. Просто оттаскать, конечно. Кайф. Молодец. Веселый товарищ. Вот пишут, полтора месяца с Парнасом в СМИ о вас узнали, а число подписчиков никак не растет, может быть, не на ту лошадь поставили. Ну, во-первых, число подписчиков растет, у нас есть статистика, которую у вас нет, к слову. И в процентном соотношении существенно растет. Плюс, мы говорили о том, что количество лайков у нас выросло больше, чем на 150%, ну, что-то там 140%, пардон, не больше, чем на 150%, 140%. И количество просмотров, о чем мы уже говорили, если еще два месяца назад 15, 17, 18 тысяч у нас была статистика, вчерашний эфир посмотрели 29 тысяч, я думаю, лошадь-то как раз идет. Не, а тут дело в чем? Вы вот о какой лошади вы говорите? То есть, там был выбор лошадей, что ли? Давайте говорите откровенно, можно было вот только с Парнасом идти, почему? только Парнас проводил праймерис, больше никто не, ну, Единая Россия еще, ну, понятно, что это вот уж точно не та лошадь, да, это, во-первых, во-вторых, ну, Парнас, все-таки партия либеральная, более-менее свободных взглядов, поэтому я свободен при маневре, и у меня сейчас всего лишь сверхзадача, которую я могу выполнить только вместе с вами, да? Всего лишь, всего лишь, навсего, да, я должен взять себя за волосы и вытащить из болота вместе с лошадью, про которую вы говорите, всего-навсего, то есть, вот, если вы мне в этом деле поможете, то мы победим, если не поможете, у меня все равно другой лошади не было, нужно понимать это. Напоминаем, что помочь вы в Саратове нам можете очень легко, для этого вам нужно прийти к нам в штаб партии Парнас по адресу Чернышевского 120А, здесь вы можете оставить подпись за Вячеслава Мальцева, который мы сейчас собираем, взять бланки для подписей и, в общем-то, пройтись по своим друзьям, знакомым, а может быть и не только, и помочь нам в сборе подписей, сейчас это будет огромная помощь от вас, несоизмеримая буквально, поэтому ждем вас в гости, в общем-то, сегодня вот к нам приходило, ну, немного, но некоторое количество людей, всем передаем привет, кто к нам сегодня приходил. НЛО в виде тарелки появилось... Вопрос, Вячеслав, вы читали Достоевского «Бесы», ну, конечно, читал Достоевского «Бесы», и, безусловно, человек, который является профессиональным революционером, не может не прочитать, не должно такого случиться, чтобы он не мог прочитать «Бесы», поэтому, но все-таки любимое произведение Достоевского у меня, не знаю, или братья Карамазовы, или «Преступление и наказание», да, потому что, наверное, даже «Преступление и наказание» мне как-то ближе, осмысление, это какое-то более такое, ну, все-таки я учился в юридическом, работал в участковом, да, и вот какой-то вот это профессиональная деформация и рассматривал я, конечно, образ Раскольникова и с профессиональной точки зрения в том числе и там и Мармеладова, там, и Сонечку, да, там, а вот с «Бесы», на мой взгляд, это очень сырое произведение, очень схематичное, почему? Потому что Достоевский взял реальные события и перелицевал их, это мое личное мнение. НЛО в виде тарелки появилась рядом с самолетом в небе над Италией и попала на видео. Да, видишь, вот сейчас тут НЛО в Италии видели, а в Дуба, в этом, в Абу-Даби там свое НЛО делают, вот такую вот индивидуальную капсулу сделали, которая там будет летать и не она одна, там целая куча будет этих капсул, в них будут люди летать в этих капсулах, то есть, такое вот воздухоплавание там будет случиться, да, люди что-то видят, кто-то НЛО видит, кто-то сам делает НЛО, а у нас что-то какой-то, ну, и не летают у нас НЛО, и сами НЛО не делаем, и в общем-то все ужас какой-то. В Австралии заявили о победе над СПИДом. Ну, видишь, там тоже чем-то люди занимаются в Австралии, СПИД побеждает, причем, я понимаю, так это не какие-то сумасшедшие ученые, которые родили какую-то вакцину, ходят там трясут и всем показывают, то есть, это реальные врачи, которые вылечивают реальных пациентов уже несколько лет, и вот они опубликовали свои исследования, говорят, что противовирусный препарат, который они дают, они эффективны, что СПИД вылечивается в большом количестве случаев. Ну, в общем, хорошо, молодцы. А у нас НИВа, да? У них какие-то капсулы летают, СПИД лечат, а у нас есть НИВа. Спасибо. И самое главное, что ладно бы Вова Путин эту НИВу создал, да? Создали, когда он под стол пешком еще ходил, когда он там в юридическом своем учился на пулеметных курсах. Ну, жуть, конечно. Но помимо НИВы у нас есть внутренняя Монголия Ходорковского уголь-колесо. Ни одной НИВы и богатой. Спрашивают, были ли вы когда-нибудь, видимо, в тему НЛО, были ли вы когда-нибудь на Медведевской гряде? Да, конечно, безусловно. И неоднократно. Очень часто. Ну, не часто, но много. Во-первых, проезжал я Медведевскую гряду в своей жизни, ну, раз, может быть, в 2000 году я мотался в Волгоград, постоянно там выборы были. Я съездил за полгода около 80 раз. И очень часто заглядывал туда, на Медведевскую гряду, потому что по этой дороге вправо чуть-чуть ушел. все. Нравилось мне очень. Я там эти, высматривал как шаровые молнии, да, конечно, высматривал. Очень, очень хотелось мне их там что-то увидеть. Какая-нибудь история связанная есть? Выглядели кого-нибудь? Да, да там много, что-то там самый страшный был не шаровая молния, когда у нас напал стая этих саранчи. Причем такая саранча была, как в апокалипсе, ситуация такая, которая зарезает, стая такая, все сметать, мы в машине укрылись, там, жуть какая-то была. Да, вот, стая саранчи, там, жуткая, конечно. русская мафия в Германии на подъеме, до 10% заключенных в немецких тюрьмах выходцы из РФ и бывшего СССР. Да, вот видите, русская мафия заявляет об активизации воров в законе, но хочу напомнить, что среди воров в законе русских единицы, да, что вообще даже в советский период у нас там, когда тысячи воров в законе, из них половина грузины были, и почти все 300 с чем-то человек из одного села. Такая интересная особенность русской мафии, ну, в кавычках, конечно. И вот тут как раз сообщили, странное такое совпадение, там стали бороться с русской мафией, а тут сообщают о том, что задержали Шакро молодого, такого человека, которого называют вором в законе, и, значит, у него провели обыск, и тут же нашли у него два пистолета и гранату, ну, это такой джентльменский набор, почему два, я не понимаю, обычно один, а тут два, ну, может быть, из уважения к чину, да, так вот, и это Захарий Калашов, его зовут, этого Шакро молодого, и его обвиняют в том, что там он якобы, ну, с сотоварищами устроил перестрелку, помнишь, зимой была перестрелка у ресторана, якобы там, они что-то, элемент ресторан, хотели они вымогать деньги, вопрос такой, вот, к правоохранителям, это было в конце пятнадцатого года, вот этот вот Захарий Калашов прятался куда-нибудь, нет, не прятался, кто-нибудь мешал уголовное дело это вести, никто не мешал, кто-то не знал по этому делу каких-то обстоятельств, да, они все в тот же день были известны, эти обстоятельства по уголовному делу, так почему сейчас-то это вдруг все возникло, вот это очень интересный вопрос, то есть прошло более полугода и начали проводить задержание, а до этого сидели, курили, продляли уголовное дело, ну то есть через два месяца их, наверное, спросили, ребят, а у вас что по делу-то задержанные есть, они говорят, да нет, он там гуляет, ну ладно, пусть гуляет, и так вот полгода гуляет, гуляет, он раз задержан, странно это все, ребятушки, как-то очень странно, я вот во всю эту историю я бы не поверил, да, то есть там похоже и с той, и с другой стороны определенные силы меряются определенными местами, да, и они пытаются, каждый пытается, так сказать, выглядеть круче, и за всеми этими ребятами стоят вот эти ребята в погонах, с вот такими звездами, которые входят пинком ноги, дверь в Кремле открывают, это совершенно точно, а иначе бы было по-другому. Тысячи синих людей приняли участие в эпатажном флешмобе. Да, вот представляешь, в Англии вот такое возможно, вот если бы это сделали здесь, город Халл в Британии, да, вот там вот это море они изобразили, а если бы это сделали, ну, где-то, я не знаю, в Подмосковье, да, или в Москве, вот эти все люди получили бы по 15 суток сразу, вот вся бы вот эта улица, я правда не знаю, как бы их собирали, да. То есть Путин бы все-таки высек море. Да, высек море, да, интересно. Я думаю, теперь, если даже такое не произойдет, если Бога нет, то нужно создать его, вот я думаю, что если никому не придет это в голову, то Путин должен найти каких-то своих молодогвардейцев, выгнать их на улице и, в общем-то, потом публично покарать, тем самым, все-таки, чтобы высек море. Да, вот в Великобритании уволили повара, который подкладывал, подкладывал вегетарианцам в блюдо мясо. Я сразу вспомнил золотого ребенка, помните, золотой ребенок с Эдди Мерфи, как там мальчику, этому золотому ребенку давали кашку, а под нее подливали человеческую кровь. Такое у меня ощущение было. Повар тоже так издевался, злодей. Еще вот тут сколько времени? 24 минуты, ну, наверное, все, да? На сегодня. Какие-то мы не показали. Ну, все-таки как бы вечер, вторник, и такая новость хорошая, еженедельный секс увеличивает продолжительность жизни мужчин. Опа, нормально, это очень хорошо. Хорошая, хорошая новость. Хорошая новость. Это кто сказал, это так считают специалисты с Тайваня, что вот еженедельный секс. А вопрос специалистам в Тайване, а ежедневный? Вот у меня возникает только один вопрос, а ежедневный? Пусть ответит. Я требую. В общем, вы знаете, что делать, уважаемый зритель. Да. Так, ну что, давай на вопросы ответим. Легко. Вот задают нам вопрос. Добрый день, Хунта. Как уже всем известно, путинский авиагараж состоит из 43 бортов. За последний год ему прикупили еще 4. Вообще, у него теперь 47, только официально. Некоторые, кстати, данные говорят, что намного больше. Вопрос, нафига? Для меня личный ответ очевиден, что во время мятежа эти скоты будут вывозить остатки нашего золотого запаса вместе с культурными ценностями в виде картины других артефактов, как это уже не раз было в истории. Согласны ли вы с этим? Абсолютно, согласен. То есть, все борта, которые есть, они обеспечивают не только их деятельность, вот, непосредственно сейчас, но и должны обеспечить их во время чья. Единственное, я могу добавить, что эти борта самых, так сказать, нужных вове людей должны будут очень быстро доставить в Ямантау или куда-где они собираются укрываться. Вот это тоже очень важный момент. То есть, доставить тех людей, которые нужны. Вот вопрос еще, вопрос, вы говорите, что очень популярно, потому что поддерживаете революцию, при этом у вас 96 тысяч подписчиков, а у того же Камикадзе, открыто выступающих против революции, 700 тысяч подписчиков, это как, а у Камикадзе 700 тысяч подписчиков подписались, потому что он выступает против революции или развлекалки какие-то показывают, поэтому вы спросите их, почему они смотрят 700 тысяч подписчиков, потому что он против революции, если они скажут, именно поэтому подписались. Я вам предлагаю, вот народ должен служить, вот служилый народ, Что вы должны сделать? Зарегистрироваться, вылезти вот так живой головой и говорить, я против революции, там против Мальцева, там еще. И посмотрим, сколько у вас будет подписчиков. Я вас уверяю, у вас не будет даже 700, не то что 700 тысяч. Ну и все-таки хочется сказать, что это уже не первый раз, когда пытаются столкнуть лбами Вячеслава Мальцева и Камикадзе, причем почему-то вот именно две эти фигуры, я не знаю почему они так нравятся. И вот когда там видео определенное Камикадзе записал, где сказал, что если люди сидят на жопе ровно и думают, что в один прекрасный момент все произойдет, а потом будет прекрасно, то они дураки. И почему-то все сказали, что там он Мальцева обозвал и нашу аудиторию обозвал, но обозвал он не Мальцева. В общем, суть. Суть в том, что не нужно искать, в общем-то, каких-то врагов, которых у нас и без этого хватает. Камикадзе занимается, по моему личному мнению, занимается очень серьезной работой, работой в регионах, которой, кстати, может быть, нам иногда и не хватает. И у него достаточно интересный контент, и только за счет этого контента у него есть большая аудитория. И уж ни в коем случае мы там не враги друг к другу. И Камикадзе, я смотрю каждое его видео, он нигде не говорит о том, что он там против революции, он говорит о том, что в революцию не верит. Да вопросов нет. И таких людей очень много, которые в революцию не верят. То есть против революции что значит? Он будет с автоматом Путина защищать, если он против революции? Да он не будет Путина защищать. Конечно нет. Поэтому не нужно искать врагов среди, в общем-то... Да нет Камикадзе, приличный человек, я ему очень симпатизирую. Я неоднократно, вы знаете, проводил с ним эфир, дебаты. Молодой человек, веселый, приятный. Пишет вот нам еще... Здравствуйте, Вячеслав, привет, Хунта. У нас уже в каждом сообщении привет, Хунта. Пишет вам Михаил. Ладно, не знаю, можно зачитывать фамилию, нельзя. Михаил из города Сочи по поводу флага с тяга с символикой артподготовки 5.11.17. 25 июля выезжаем к подножию Эльбруса и попытаемся, если не забыли про нас боги, выгрузить на вершине Эльбруса флаг с символикой артподготовки. Да, надо обязательно отправить туда. Ну, я так понимаю, что флаг у него, наверное, есть, потому что я не вижу нигде вопроса. Ну, ты свяжись, это очень важно. Я говорю, для нас принципиально важно там какие-то атрибуты. Оставить? Оставить именно на Эльбрусе. Это место силы, я буду молиться, чтобы все получилось. Напишем вам, Михаил. Спасибо за предложение. Спасибо. И будем надеяться, что у вас все пройдет хорошо, с восхождением. Спрашивают у меня, кто такой русский для меня и кто такой россиянин. Я, может, открою Америку, но для меня русский тот, кто считает себя русским. А россиянин тот, кто считает себя россиянином, то есть живущим в России, но не русским. И я думаю, что более какого-то расширительного толкования даже и не нужно, или узкого даже и не нужно. Но человек считает себя русским, значит, он русский. Если человек считает себя россиянином, значит, и россиянин. Ну, как можно что-то считать за человека? Вот я считаю, что он вот то-то. Здоровье считай. Главное, как он про себя думает. Мы вот сказали, что будем отвечать на все вопросы, вне зависимости от каких-то тем, скажем так. Вот человек пишет, у него два вопроса. Знаете ли вы, что в Александровском зале Кремля сверху над дверей у потолка висит масонский глаз? Если да, то после 5-го-11-го будет ли он снят и уничтожен? И как вы будете реагировать, если Америка, Госдеп, к примеру, будет ярко возмущаться? Ну, я не думаю, что вообще даже те масонские символы, которые есть, их полно в Петербурге, их полно в Москве. Ну, масоны любят свои символы втюхивать, особенно в архитектуре, особенно в архитектуре 19 века. Если мы начнем, сейчас возьмем Кайло и пойдем их все эти символы вышибать, но мы уподобимся тем, кто потратил жизнь свою на то, чтобы в гробницах Египта и в пирамидах, ну, в гробницах Египта уничтожить все эти, значит, фрески там. То есть, Кайло там сидел в жаре, там, я не знаю, в 90-градусной жизнь свою положил на то, чтобы все это сбить и чтобы там люди не увидели каких-то там ложных богов и так далее. О чем речь? Какие ложные боги? Какие масонские символы? Нас-то это вообще не беспокоит. Давайте это оставим в истории. Если кто-то в этом что-то видит, какой-то сверхъестественный, да, ну, я имею в виду, какой-то там, да, там, руку дьявола или еще что-то, ну, надо убрать эти символы, может быть, из денег, да, из наших, да, то есть, ну, мы вообще собираемся бумажные деньги отменить, да, ну, если вы возьмете, откроете любую бумажную денежку, вы увидите, что Орел не банка, даже путинского, не российского банка Орел, там совсем другой сброжен, ну, просто мы это дело все поменяем, если вы увидите, что герб, там, ездец, несколько не такой, как должен быть, ну, да, и так далее. Вот это, такую символику, конечно, мы поменяем, а ту, которая в архитектуре, на какой смысл ее там вышибать или как-то вот так себя вести, вандальным таким образом. Считаете ли вы опасной систему электронных карт, которая уже введена в ряде регионов России, и будет ли она отменена после 5.11.17? Она будет изменена, мы же говорим о том, что мы будем способствовать введению повсеместно электронных денег, а, соответственно, электронные карты вот того вида, они не имеют смысла ими пользоваться. Кроме всего прочего, вы же понимаете, что сейчас вот в настоящий момент как раз прорабатываются варианты, как человек будет проводить оплату при помощи телефончика своего, ну, там к чему-то приложил телефончик, и все, и оплата произведена. То есть, таким образом, чтобы это было быстро, а карты, ну, это очень медленно, это очень долго, оплата картами. То есть, это потеря времени. Оплата наличными деньгами должна быть гораздо медленнее, чем оплата электронными. Электронными должна быть быстрее, тогда это интересно. Поэтому сейчас, я думаю, человечество как раз выдумывает нечто новое. Вот в этот момент, я думаю, очень много вариантов, какие-то варианты мы примем. Очень много людей критикуют вас вот за эту идею электронных денег. Часть людей говорит о том, что, ну, вот в чем суть, я коротко поясню, суть критики. В том, что многие мыслят, что государство будет такое же, как сейчас. Ну, да, злодейское такое будет говорить, а ну, дай часть своих электронных денег нам. Плюс будут какие-то ФСБшники, которые будут там за вами следить с помощью этих карт. То есть, сначала надо понять, что не будет ни ФСБшников, ни государства, которые вас там отключат одним нажатием, потому что вы там репост сделали какой-то неправильный. Вот когда вы поймете, что этого не будет, будет изменено государство, сам формат, сам подход, то тогда уже и идея электронных денег, она будет смотреться уже совершенно по-другому. Конечно, в том формате, в котором есть сейчас, если Путин там вводит эти электронные карты, которым там нажатием одной кнопки, ты теряешь вообще все полномочия, все, ты не гражданин, у тебя ни денег, ни паспорта, ни медполиса, ничего ты не можешь сделать. Конечно, это неправильно. При помощи камер, электронных денег, я имею в виду видеокамер, не государство будет контролировать народ, а народ будет контролировать государство. Это главное условие, понимаете? То есть, центр тяжести переносится. Мы говорим, что государство это такая злая собака, такая долбанутая, которую нужно держать на поводке, народ ее должен дрессировать постоянно ее палочкой по попе. Тогда она будет себя нормально вести, эта собачка, и все, и будет служить этому народу очень хорошо. А если он ее распускает, то она его грызет, эта собака. Вот электронные деньги, это палочка, которую по попе государству, потому что это очень легко проконтролировать, это все открыто. ФСБшники будут вечно, ну не обольщайтесь, ну не уж такая эта работа, чтобы они были вечно. Не будут они вечно. Самое древнее... Да, еще вот на вашем веку вы увидите, как не будет никакого. Ни ФСБ, ни КГБ, никого. Нет, погранвойска останутся, но это не будет ФСБ. Они были там до этого КГБ, и этого принадлежали как и Министерству финансов, наркомату, и кому только они, бедолаг, не мотали. Будут они, конечно, самостоятельные, а этих-то не будет. А зачем они нам нужны? Вот вопрос такой, который очень педалируется со стороны нодовцев о национализации Центрального банка РФ. Что думаете по этому поводу? Будет ли он национализирован? И почему не национализирован сейчас? Ну, во-первых, кому принадлежит Государственный банк? Есть какие-то физические лица, которые владеют Государственным банком. Есть закон, соответствующий о Государственном банке. Он действует в соответствии с этим законом. Будет другой закон, в соответствии с которым будет действовать Государственный банк. Вот и все. То есть, какая национализация. Это вот такой же вброс, как дать свободу Путину. Дать свободу Путину нодовцы предлагают и национализировать Госбанк. Вот две вещи они предлагают. А я предлагаю головы полечить им. Все нормально. Тогда и Путин будет свободен. Свободен! Скучно будет без ФСБ. Да ну найдете, как развлечься. Честное слово. Вся веселуха от ФСБ что? Спрашивают. На самом деле много вопросов таких задают молодые люди, которые говорят, что хотят заниматься какой-то правоохранительной, скажем так, работой. Но при этом, конечно, совсем не хотят работать в нынешней системе полиции. Но при этом хотят помогать людям, защищать их. И вот спрашивают, будут ли какие-то, скажем так, условия для людей физически крепких, которые хотят своему городу помогать, защищать людей, правоохранительной деятельностью заниматься. И при этом не хотят вступать в какую-то формальную там полицию. Не знаю там. Это после Пятого или до Пятого? После Пятого. Ну, после Пятого-Одиннадцатого, во-первых, муниципальная милиция, безусловно, и национальная гвардия, безусловно, не та путинская, а реальная национальная гвардия, которая создается на местах. То есть, муниципальная милиция, это те люди, которые профессионально занимаются деятельностью по охране общественного порядка и так далее. А национальная гвардия, это те, кто, так сказать, приданные силы. Они могут там быть пожарными, я не знаю, могут быть там коммерсантами и так далее. А в сложный момент, когда что-то происходит, ну, они, во-первых, тренироваться будут там по субботам, я не знаю, когда они определяют для себя дни, на это средства будут выделяться, безусловно. Они, конечно, вооружаться будут и так далее. Ну, и если, не дай бог, что-то случается, какая-то чрезвычайная ситуация, то МЧСники не летят через всю страну. Вот национальные гвардии, они обучены, они оказывают содействие любой там наводнение или там, я не знаю, пожары и так далее. Поэтому люди-то физически здоровые, они всегда нужны. А как же, ни одна власть без физически здоровых людей не обойдется пока. Все-таки мы живем пока в материальном мире. Так, ну что, у нас время. Время, да. Большое спасибо, что вы нас смотрите. Вот Сергей сейчас, наверное, повторит опять, что нам помощь нужна по сбору подписей. И сейчас вот после регистрации парнаса федеральной, значит, в центроизберкоме, это произойдет ближе к 20-м числам, тогда мы уже скажем, что еще нужно, потому что, как бы, мы уже начнем открытую агитацию, и времени останется мало, всего два месяца, поэтому нужно будет точно быть активными и в том числе в интернете. Значит, до новой исторической эпохи осталось 479 дней и меньше, чем полтора часа. Ждем вас завтра, пишите нам. Подписывайтесь на наш канал основной, подписывайтесь на наш дополнительный канал Безумная Гретта, ставьте лайки, в общем-то распространяйте наши видео максимально, и напоминаем вам о том, о чем уже Вячеслав Вячеславович сказал, о том, что необходима ваша помощь в сборе подписей. Речь идет о городе Саратове, исключительно городе Саратове пока, по крайней мере. То есть, если вы смотрите нас из города Саратов, вы можете, в общем-то, прибыть к нам в штаб на улице Чернышевского 120А, здесь есть вывеска, штаб партии Парнас, мы вам, в общем-то, дадим бланки, дадим краткий инструктаж, что и как делать, можете по своим друзьям, родным и так далее. Задача стоит очень серьезная, скажем так, то есть у нас крайние дни... За три дня 4000 подписей надо собрать. Да, но я думаю, что если вы вдумаетесь, вдумаетесь в это число, то, наверное, очень удивитесь. Ну, нас это, наверное, даже так заводит в определенном смысле. Подстегивает. Подстегивает, да. Ну вот, поэтому нужна ваша помощь, ждем вас в гости. До свидания. До свидания.